Документация, чтобы вам было понятно, куда в ней вообще смотреть. Потому что там структура может быть совсем очевидна. В общем, здесь есть introduction, который просто дублирует то, что написано в хейпере в самом начале. Там можно почитать более глубоко про флирунс. Тут есть также, собственно, документация о том, как, например, паблишить веб-приложение в IPFS. Там достаточно просто. Все просто забиваете в положение в IPFS, и оно будет вот так вот. И оно будет во флирунс исключаться, если оно уже было, когда исключалось, если там есть JavaScript-код, который входит во флирунс. Вот. Что еще? Бравит HTTP-протокол, про который говорил Дима. Вот он. Он очень простой. Он заключается в том, что, собственно, если у вас есть IP-адрес ноды, который вы можете получить с контракта, вы можете ходить в него по 25-тысячному порту, или по 30-тысячному, если это отлатчик. Вот по такому пути. И передавать нужно session-id, slash-counter, перенос строки и request-body. То есть session-id и counter нужны для того, чтобы был порядок в ваших транзакциях, вам был точный. Если ваше предложение это важно. Например, в покере или... А, номер APP, да? 2. Да, APP-два. А что будет, если у меня 2 клиента к одному, и там уже DAP-пы уйдут? А как вам договариваться о номере? Можно генерировать разные session-id. У них будет локальный... А, у них будет каждого session-id. Session-id генерируется на клиенте, вами, как угодно. Главное, чтобы оно было разное. Как хотите. То есть counter в порядке, я сам говорю, о рамках session-id. Сессия – это просто идентификатор, который генерирует клиент, и он его кидает на Fluence вместе с session-id и номер запроса. И Fluence по каждой сессии выдерживает строгий порядок запроса. Без пропуска. Это все про то, что... То есть под клиентом это все уже реализовано на JSON. То есть если вы используете JS-клиент, то это он... Не может, да. А вот если вы руками будете или с Curl'а делать, или с Python'а, то вам нужно это знать. Ну, кстати, гарантируется порядок запросов, а порядок между сессиями, естественно, не ограничивает. Не ограничивает. Совершенно асинхронно между сессиями. В общем, вот такая у нас документация. На самом деле много всего. Да. Да. Я вот, ну, может быть, прослушал, может, не понял. То есть есть в WebAssembly код. Из него можно в IPFS обращаться? Нет. В IPFS просто можно положить ассендрикод. В IPFS можно в WebAssembly код положить в IPFS и запаблишить приложение через смарт-контракт. А можно также в IPFS положить статику. HTML и JS файлы, которые внутри входят во Fluence. И оно просто будет работать. Вот я кину в Dicegain на IPFS в чате, я вроде же кидал, но я продублирую еще раз. А IP-адрес, куда идти, они узнают через контракт в эфире, который можно через MetaMask. Можно через MetaMask, да, но в IPFS в MetaMask я не уверен, я не пробовал, но там есть адрес нашей лайтноды эфира, можно через MetaMask. Можно через MetaMask? Если убрать просто в Fluence.connect убрать адрес эфира, оно будет работать через MetaMask. Ну, по разработке, когда начнете писать код, вы просто позовите, мы пойдем, что я объясню. Так, хорошо. Тут как нам поступить? Давайте, как вы вообще? хотите отдохнуть или... Да, мне не требовал бы неплохо. Код написать? Но прежде чем писать код, нужно распределиться на команды и придумать каких-то идей. Ну, что-то есть, только просто... Давайте тогда все-таки обсудим идеи. Я с тобой. Я потому что ничего не понимаю, поэтому... Ну, хорошо. В общем, давайте расскажите, какие у вас есть идеи, на чем вы хотите писать, а вот на всем не умею. Не умею на всем. Ну, давай я раскрылся. Ну, а я... Ну, в общем, идея проста. Есть такие приложения в ВКонтакте, где большое поле, и там могут разные пользователи разрисовать пиксели. И вот как раз... друге не надо платить. só сейчас... ВКонтакте... ВКонтакте, мы все-таки садимся. то, что мы все-таки, Вот мы все-таки, очень-таки... irgend-таки, в ближай-то. Продолжение следует...